И в порядке очередности мы с вами сегодня рассмотрим шестую заповедь, которая говорит нам. Подскажите. В прошлый раз мы говорили, почитай отца твоего и мать твою, что и проделись дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. И заметьте, дальше мы рассмотрим две заповеди, даже если брать подряд три заповеди, на которые сам Небесный Отец, сам Господь не дает никаких комментариев. Шестая заповедь говорит, не убивай. Дальше не прелебудействуй, не кради никаких комментариев. Но более всего, дорогие, о шестой заповеди богословы создают своих комментариев. Библия, Господь, не дает нам права комментировать по своему усмотрению, а конкретно, определенно заявляет, не убивай. Два слова и никакого комментария. Спаситель наш Иисус Христос на вопрос многих, и в частности, в свое время молодого человека, который спрашивает Христа, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь Христос перечисляет, вы слышали заповеди, и конкретно перечисляет вторую скрижаль, и говорит, если хочешь иметь жизнь вечную, соблюди заповеди Божьи. Христос и Иисус указывает на вопрос книжника, какая заповедь наибольшая, перечисляет эти десять, группируя их, первая скрижаль, или первая, наибольшая заповедь, которая касается нашего отношения к Господу. «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душою Твоей, всей крепостью Твоей». Это первая и наибольшая заповедь. «А мы говорили конкретно, я Господь Бог Твой, да не будет Тебя от других богов пред лицом Моим. Не делай себе веку мира и никакого изображения, не служи, не поклоняйся, не произноси Господа Бога Твоего напрасно, и четвертое гласит, помни день субботний, день Господний, не делай никакого дела, перечисляя дальше, пятая заповедь, дорогие, как бы повторение опять первой заповеди, потому что во всех четырех заповедях утверждается «Я Господь Бог Твой». Первая, вторая, третья, четвертая повторяет, и она же повторяется в пятой заповеди, как переносится на вторую скрижаль, что это заповедь Господа Бога Твоего, Моего Господа. Заметьте, Христос Иисус, возвеличивая заповеди Свои, время римских цезарей. Вторая глава, первых два стиха нам говорят о том, что Христос Иисус родился во время императора Августа, который правил до 14-го года нашей эры. Поэтому детство Христа Иисуса прошло именно под скипетром этого римского императора Кесаря Августа. Дальше Тиберий с 14-го по 37-й год. Фактически вся сознательная жизнь Христа Иисуса и его служение прошло во время консульства Тиберия. 14-й по 37-й год. Дальше Каллигула с 37-го по 41-й. Дальше Клавдий с 41-го по 54-й. Дальше Нерон с 54-го по 68-й год. Железный рим. Жестокие нравы. Человеческая жизнь ничего не стоила. Постоянные дворцовые перевороты. 1 август из всех тех чудесной книги брата Апарина, где единственный умер своей смертью. Тиберий, возможно, был убит. Каллигула убит. Клавдий отравлен своей собственной женой. Нерон покончий с собою. Марк убит. Гальба убит. И так дальше, дорогие. И если это совершалось на уровне кесарей, дворцового сената, то что совершалось во всей Ирийской империи, когда жизнь ничего не стоила? И в это время, дорогие, когда не было предела человеческой жестокости, в это время звучат слова Христа и Иисуса. А после их перевернут, перефатывают апостолы. «Не убивай». Это Божья заповедь. Господь еще в Едеме дал свой закон. «Не убивай». Человеческая жизнь священна. Но уже там, в Едеме, произошло первое убийство. И заметьте, Господь, обращаясь к Кайну, говорит, «Каждое убийство – это волк крови пролитой. Кровь брата твоего вопиет». О, дорогие, если эта кровь Авеля вопияла, то миллионы отнятых жизней, я представляю, какой это волк по справедливости Божией. Что ты сделал, Каин? Что ты сделал? Голос брата твоего вопиет. Закон Божий в средстве греха был забыт, что привело к потопу. Господь как бы заново заключает завет с Ноем. Но заметьте, и после потопа печальная история, отступление, жестокости, сделаем себе имя, прежде чем пойдем и расселимся по земле. И в это жестокое время Бог призывает Авраама. И Битие говорит, я избрал его для какой цели? Читаем 18 глава книга «Битие», 18 глава и стих 19, Божье определение, Божье замерение об избрании, 18 глава и стих 19 стиха «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему ходить путем Господним твоя правду и суд, чтобы он передал своим детям «Не убивай!» 26 глава этой же книги об Аврааме мы читаем. «И за то, что Авраам поступал, послушав согласово его и соблюдай, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». И пророческий Господь провозглашает, что потомки Авраама должны возвеличить закон. И самое главное, 22 глава и стих 18, что в семени Твоем благословятся все народы земли. «Не убивай!» Когда апостол Петр, защищая Христа Иисуса там, в Гевзиманском саду, взял меч, чтобы защитить Христа Иисуса, Христос провозгласил, «Вложи меч Твой в ножны, потому что всякий взявший меч от меча погибнет». Заметьте, Христос не дает никакого комментария. И апостолы понимали эту заповедь буквально. И это тогда, когда в Риме был построен знаменитый колизей, где бросали в амфитеатры христиан, где были гладиаторские бои, когда убийство человека на потеху толпе было предметом развлечения, предметом радости, предметом страстей тысяч и тысяч. И в это время звучат слова апостолов «Не убивай!» Печально, что шестая заповедь в обществе полностью была забыта в Римской империи как простыми людьми, так и властителями. И к Третьему веку писал Киприян «Безумствует мир во взаимном кровопролитии, и убийство считают непреступлением, когда совершают поодиночке, и доблестью, когда совершается скопищем». Вот, дорогие, что представлял собой Рим к Третьему веку. И в это же время христиане провозглашают без всяких уже и с комментариями. Убийство на войне до христиан является преступлением, как и всякое убийство. и почетный венок воинский, непристойный для христианина Третий век. Климент Александрийский в это же время противопоставляет воинствующим язычникам мирное племя христиан. Аориген, христианский идеолог, философ, ученый, основатель библиотской филологии, филологии в Третий век, пишет или представляет христиан как последователей пророчества Исаии Второй Олова, где написано «Перекуют мечи наорала». И он пишет «Мы не поднимаем оружие ни против какого народа. Мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделали с детьми мира». Так понимали христиане уже до Третьего века, буквально, без всяких комментариев. даже Четвертый век заповедь «Не убивай!» буквально понимали «Не должно быть никакого исключения убийства человека всегда грех». Таков был взгляд христиан даже до Шестого века. до Четвертого века на Шестую заповедь. К сожалению, история последнего времени знает немало примеров, когда забывали заповеди Божьи, и в частности Шестая заповедь, когда даже убийство в массовых масштабах оправдывалось. Но Бог нам не дает никакого комментария на Шестую заповедь «Не убивай!» Так понимает Церковь Божья. Но, дорогие, о буквальном исполнении или буквальном значении заповеди мы уже довольно много говорили. А можно ли применить эту заповедь в духовном значении? Ведь Христос и Иисус расширили понимание заповеди намного больше, чем только буква или буквальное отношение послания апостола Иоанна. Первое послание мы читаем третья глава и стих пятнадцатый. Это любимый ученик Христа Иисуса пишет нам. Третья глава и пятнадцатый стих, первое послание. «Всякий ненавидящий брата своего есть человеку-убийца». И вы знаете, что никакой человеку-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. «Всякий ненавидящий брата своего». Господь вложил в человека жажду жить. И посредством Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего ради нашего оправдания, Он желает, чтобы мы уже в себе имели эту жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына своего единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо заповеди Христос говорит, и апостол Павел повторяет, не прелюбодействуй, не убивай, заключаются в одной «люби ближнего твоего, как самого себя». Всякий нелюбящий брата есть человека убийца. Если нет любви, а там, где нет любви, там есть противоположное. Если злое в душе, не убивая буквально мы убиваем и прежде всего кого? Двоих. И того, кого мы не любим, но прежде всего убиваем самого себя. Не любя человека, мы убийцы, потому что убийство возникает в мыслях. Мы порой вынашиваем это зло и становятся две жертвы. И в первую очередь мы убиваем самих себя. Хотя сегодня и даже в богословии появился вот такой так называемый праведный гнев, правильное, праведное негодование. Скажите, разве кто-то из нас не переживал это чувство, когда видишь, когда попирается справедливость, когда унитается человеческое достоинство. И внутри возникает это чувство, и так хочется защитить справедливость. Но интересно, Иаков говорит, гнев не творит правды Божьей. Хотя апостол Павел как бы расширяя, но порой немножко дает нам право можно немножко и гневаться, но гневаясь не согрешайте. Ну я не знаю, когда уже гнев настоящий, дорогие, но тогда гневаясь не согрешайте. А апостол Павел дальше говорит, дела плоти известны. Гнев, ярость, убийство, ревность по Богу, о котором порой мы можем ссылаться на Христа Иисуса, который взял бич с веревок и ревность по Богу не дает меня. И порой, дорогие, мы считаем, что я порой представлял Христов взял вот этот бич и ну если бы я взял этот бич и решил выгнать, но я не знаю, какой бы вид лица у меня был бы, похож бы он на ангела Божьего или на другого ангела, хотя дупро говорит, что когда он держал этот меч, то все глядя на лицо Христа, видели его как бы с огненным мечом и потом убегая от этого пронзительного взгляда переворачивали эти скамьи и столы убегали, но дорогие, будем помнить, что гнев не творит правды Божьей, кто позволяет себя гневаться на ближнего своего, проявляя неукротимый нрав, является человеку убийцей. Дупородчество говорит об иудеям, они имели оправданную ненависть к римлянам, оправданную, и настолько жили с ненавистью, что когда пришел Христос, они в ненависти отвергли и предали Христа Иисуса. Сглядя на современную картину, дорогие человеческих или людских взаимоотношений, мы видим, что мир сегодня пропагандирует насилие. Сегодня культ сильного человека, культ героя, культ супермена, который разит всех врагов направо и налево, и такой идеал привлекает к себе миллионы и миллионы поклонников, и это пропагандируется во всех средствах массовой информации. Как этому противостоят, дорогие, особенно детям, компьютерные игры, дорогие, захватывают умы миллионов еще неокрепших умов. И тема завладеть оружием, заставить, замолчать, убить, уничтожить, насаждается неокрепших умах детей. И они становятся зависимыми. И как тогда, дорогие, этому ребенку, который вырос на этой почве, вглушить мысль, не убивай. Как? Единственный способ ряду пророчества, как противостоят этому влиянию создавать в семьях атмосферу заботы, доброты, когда все члены семьи объединены уважением, почтением и любовью друг к другу, когда ни одно бранное слово не срывается с наших уст, когда мы способны объяснить детям, что не убей относится и к словам, как к действиям. Ну, и, дорогие, одна из еще, ну, мы рассуждали вчера в нашем доме, и Татьяна рассказывала, ну, мы порой смотрим на цыган, это, ну, вот такие, какие-то немножко даже недоразвитые, многие есть, несчастные, вот, и она рассказывает, что среди цыган существует такой закон, что там дети, детей много, а родители не доводятся, и мы, там, дети, он может пораниться, а там, говорит, есть старшая сестра, которая ответственна за меньших, и они ее прислушаются, как и старшего брата, как отца своего, он для них закон. Олег рассказал, когда был один сын, Билан, и когда появились еще двойняшки, или близнецы, а у него ревность, говорит, мама, давай отнесем их туда, откуда ты их взяла, а откуда взяла, с больницы. А многие говорят, что в ревности старшие могут даже выбросить меньших через окно. Как, дорогие, привить эти нашим детям, чтобы они понимали, что любовь и забота друг о друге, это принцип в жизни, это было должно стать частью семьи, когда мы способны объяснить детям, что словами можно причинить боль такую же, как и физически. Как им объяснить, и нужно объяснять, что убить человека можно словом, словом можно ободрить, поддержать человека, можно оскорбить, можно его уничтожить. И когда это ты делаешь жестокости, Евангелие говорит, ты человеко-убийца. Именно об этом желает напомнить нам Господь, нам, христианам, что не любящий другого есть человеко-убийца. ибо именно об этом желает напомнить нам Господь. Мы должны следить за нашими эмоциями, мы должны обуздывать наш нрав, потому что мы имеем, если мы имеем неуправляемые черты характера, то тогда это разрушает и прежде всего нас самих, наш мир, который Господь желает восстановить в жизни каждого человека. Мир мой даю вам, говорит Христос в своей первосвященнической молитве. Этот мир предлагает другой мир на насилии. Этот мир земной основан на насилии, на жестокости, и Господь противопоставляет этому миру шестую заповедь «Не убивай». И до наших дней Господь не отменяет эту заповедь. Еще на что следует обратить внимание, говоря об этой заповеди. Заповедь «Не убивай» относится к нам, когда мы говорим, как сегодня нам Кирилл, но говорим о здоровом образе жизни, дорогие. И, наверное, вот в этом мы все, все я в первую очередь, наверное, нарушители, особенно, когда хочется поесть после шести часов вечера. Дорогие, все мы, все ли у нас в порядке по отношению к самим себе, к этому удивительному организму, который Господь даровал нам, чтобы мы были мудрыми, как мы живем, что мы кушаем, как мы трудимся, как мы отдыхаем, если мы позволяем вести беспорядочный образ жизни, то мы также нарушители шестой заповеди. Часто мы говорили только то, что не, вот, понимаем, вы храм Святого Духа, и Дух Святой живет в вас, это истинно, и делаем ударение, что, вот что кушат, что не кушат, но порой не делаем ударение, сколько мы работаем, как мы работаем, как мы отдыхаем. разве вы не знаете, говорит апостол Павел, что вы храм живущего в вас Святого Духа, вы не свои, и кто разорит храм, это того, апостол Павел говорит нам, что мы не принадлежим сами себе, мы являемся только временными управителями этого храма, этой храмины, Господь желает, чтобы мы могли жить вечно, Он дал нам обильно Духа Святого, если мы губим свой организм, если пороки одолевают нас, то мы уже так, что мы уже не в состоянии себя контролировать, тогда мы разрушаем храм Божий, и тогда Господь желает, чтобы мы задумались о нашей жизни. И сегодня Господь, как и брат, докончил Кирилл свою тему о вере, а Господь говорит, ко мне обратитесь все концы земли. Без креста, как сестра говорит о команде, я понимаю, команда там, где есть и командир, ну какая это команда без командира, и пока апостолы решали, кто из них командир, такая была и команда, но когда они осознавали, что Христос есть тот, который умерший, воскресший, апостол Павел решил навести порядок своей жизни, а потом восклицает, бедный человек погиб, я не могу решить проблему своего храма, но он же восклицает уже в восьмой главе, нет ныне никакого осуждения, которые во христе Иисусе живут ни во плоти, ни по духу, как часто мы пытаемся сами себя исцелить, сами себя изменить, изменить свои недуги, свои пороки, свои привычки, как часто мы в начале года даем обещание за год прочитать Библию, каждую неделю читать урок субботней школы, и проходит немного времени, мы видим, что опять нужно давать обещание, а многие даже сложили руки и говорят, невозможно стать новым человеком, невозможно преодолеть всю нашу зависимость, невозможно стать другими, изменить то, что годами накапливалось, дорогие, это внушает лукавый эти мысли. Христос говорит, не здоровые имеют нужду во враче, но больные, а Давид говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Итак, дорогие, шестая заповедь говорит, мне и вам не убивай, и никаких комментариев не дает сам Господь. Мы живем в мире, дорогие, зла, насилия, убийства, жестокой ненависти, но если мы избрали Христа и Иисуса, если мы избрали путь добра, путь веры, путь послушания с заповедем Божьим, тогда нам и для нас звучат слова «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас римлянам». В этом, дорогие, моя и ваша уверенность, потому что обетования Божьи говорят нам об этом. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И апостол Павел последний нас стих говорит «А тому, кто действует в нас могущественно, он может сделать несравненно больше то, о чем мы говорим или помышляем. Тому слава во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь». Аминь.